Всем привет! С вами снова я, Антон Сакович. Ну вот и наступил 23-й год. Для баскетболистов должен стать особенным. Все-таки это номер Майкла Джордана. Поэтому летайте выше головы, добивайтесь своих целей. Ну и в первую очередь будьте здоровы. Давно уже не было у нас таких разговорных видео. Как раз-таки здоровье мешало. Но будем это все исправлять. И будем подводить итоги, как и обещал, за первую часть сезона. Начнем со второго дивизиона. Все-таки тоже там был должок у нас небольшой. Проговорим про каждую команду. Сильные и слабые стороны. Чего ожидать. В общем, будет интересно. Постараемся не затягивать. Let's go! Итак, Аданя Нюклерс. Будем подниматься по турнирной лестнице вверх. Сразу стоит отметить и поблагодарить Пашу Инжеватова, что проект до сих пор существует. Все-таки после таких решавлов, которые произошли, сохранить команду и здраво оценить свои силы и пойти в дивизион, где команда действительно будет конкурентоспособной. Даже несмотря на результат сейчас. Это хорошее решение. Именно взвешены. Что касается самой команды. Очень интересную мысль. Я слышал про перестройку. Что перестройка – это когда остается пара игроков со старого состава и добавляется молодежь. Подание – это не так. Не согласен. Почему? Тот же Лагвинович в этом сезоне переживает свою вторую, третью, какую же молодость. Вазя сейчас в пятерке сильнейших скореров лиги. И молодежь, о которой шла речь, как раз таки – это фронт-корт команды. Два больших. Тот же Ильинчик, который штампует дабл-даблы. Желаем ему, кстати, тоже скорейшего восстановления. Вот это вот все держит команду в восьмерке по работе на счетах. Это хороший показатель. Есть от чего отталкиваться. Но, к сожалению, в этом году именно результативность и слаженность действий подводит команда худшая по набранным баллам, по релизу и по результативным передачам. Это и не позволяет держаться, не то, что в зоне плот, но пока даже держать первую победу. Но потенциал есть. Если в этом сезоне, конечно, плей-офф не светит, но весной вполне возможно, что мы увидим это, да, не уже первая победа. Там календарь будет как раз таки благоварительным. Норд. Здесь тоже все очень просто. Команда играет без защиты, но в веселый баскетбол, который частенько интересно смотреть. Есть яркий лидер, который идет за бэк-тубэк MVP. Это Игорь Коштин. В пяти основных номинациях он присутствует у нас в топ-5. Статистика просто нереальная. Даже в проигранной игре с Иглс, которая очень сильно подпортила календарь Норду, потому что именно до этого была победа над слэмсофтом. Казалось бы, вот сейчас команда как птица Феникс восстанет из пепла, но что-то пошло не так. Но даже в больном состоянии я чуть ли не сделал 5x5 против Иглс. К сожалению, этого не хватило, потому что на данный момент партнеры не готовы поддерживать своего лидера на уровне плей-офф. Единственное, кого стоит, наверное, ответить, это Юрий Шпилевский, который в любой команде будет выполнять свою роль, именно кэч-н-шут снайпера. Такого скилла во втором дивизионе больше нет ни у кого. Ну и опять же, он берет и количество, но в принципе по проценту он уже пристрелялся, подтянулся уже там в пятерочке. Опять же, что ждать от Норда? Теоретически календарь еще позволяет команде пробиться в зону плей-офф, но для этого нужно усиление скамейки. Однозначно, чтобы кто-то выходил, добавлял вот этого хасла, огня, да, и команда должна сплотиться и хотя бы в защите отработать вместе с лидером так, как это нужно для того, чтобы побеждать. Поэтому мой прогноз, что все-таки плей-офф не будет, но команда еще пошумит и, возможно, очень громко хлопнет дверью, не позволив кому-то пройти в эту самую восьмерку. Иглз. Вот здесь как раз-таки я бы даже начинал, может быть, с них вот этот наш разговор, но Иглз очень неожиданно грохнули тот же Норд. Команда усилилась. В принципе, все подписания, которые были точечные, что Азаркевич, что Антихович, игроки действительно, которые тянут второй дивизион, опытные, один добавил быстрого нападения, второй добавил работы в краске, но, опять же, Иглз не хватает длины скамейки. Команда частенько проигрывает встречи во второй половине. Тот же Холодок и Ходько отличные сезоны. Тот же про Ходько всегда вот такой теневой игрок. Он не скорор, машина какая-то, но его действия в защите, что подборы, что перехваты, что блокшот, они всегда в пятерке. Даже сейчас вы можете обратить внимание во втором дивизионе. Такой недооцененный игрок очень. И Холодок, который действительно своей эффективностью помог вот эту одержать свою первую победу. На что рассчитывать дальше? Ну, сложно. Опять же, даже потому, что команда в топ-5 идет по защите, ну, одной защитой сезон ты не возьмешь, плей-офф ты не выйдешь. Нужно все-таки забивать. Очень нужен еще один скорор. Если они хотят все-таки претендовать и залезть в плей-офф, а шансы еще на это есть, нужен еще хороший снайпер на дуге, который будет набирать стабильно баллы. Если нет, то ждем, опять же, весны. Там календарь вот как раз-таки, где вот эти команды с низ турнирной таблицы, что Дани, что Норс, что Иглс, и те, кто еще дальше, о ком поговорим, они будут играть между собой. И там, возможно, еще победа. Но мой предикт, что Иглс в плей-офф не проходит. Дальше. Молодо, но зелено. Как раз-таки рядышком соседи по турнирной таблице. Это у нас БК Молодечно и ГУФК. Молодость равно нестабильность. И здесь полностью это все подтверждается. Потенциал есть огромный. И там, и там. Молодечно в этом сезоне взяли нового тренера. Точнее, впервые, по-моему, до этого я не припомнил, что Молодечно был именно тренер. То есть, не играющий тренер, а именно тот руководитель со скамейки. И, соответственно, с одной стороны, команда омолодилась. То есть, вот его воспитанники как раз-таки и усилили. И тот же Езерский, ну, они очень неплохо себя проявляют. Но стабильности Молодечно это не добавило. И какой-то конкретной модели игры я тоже не вижу. Почему? Потому что Молодечно, свой лучший сезон, когда команда на равных играла там с Адани и с другими серьезными соперниками, они играли в тот же бей-беги, веселый, задорный баскетбол. То есть, нам не нужна защита, играем только на нападение. И это нравилось болельщикам, потому что это постоянно лежало в тонусе. Эти серии эмоций после трех очков. И сейчас длинная доля очков Молодечно – это быстрые отрывы. В позиционке у команды как ничего не было, так и нет. То есть, индивидуальное мастерство Троцкого, ну, сложно считать, как какой-то наигрыш. Это то, что ему дано изначально. Ну, опять же, почти половину своих очков Максим набирает с линии штрафных. Что тоже показатель его как игрока, который умеет создавать себе эти возможности. Вот. Соответственно, не знаю, насколько хватит такого баскетбола. Мы уже не раз становились свидетелями того, что Молодечно стартует, чуть там, почти плюс 20, по-моему, плюс 18 был рекорд, если не ошибаюсь, в первой четверти у них, да. Но проигрывает игру. То есть, играть по счету, а это и есть тренерская задача по факту, команда так и не научилась. И вот, если они это смогут сделать, то такую, то будет, ну, не просто страшно, но, по крайней мере, это будет конкурент за место в плей-офф. Поскольку, ну, вот, смотрите, вы набираете большое преимущество в первой половине на старте, пока много сил, а потом просто от него отыгрываетесь. И не так много команд в НБЛ, которые смогут отыграть за четверть, за две такие отрывы. Но, опять же, над этим все еще нужно работать. И тот же Троцкий сейчас, он в тройке сильнейших снайперов. Опять же, Парсалович способен ему помогать, что дальними, что и быстро. Про изделского я уже сказал, что из молодых. При этом, очень интересный момент, что команда радует самодачи в борьбе. Не имея номинального центрового, как раньше это был Баттер условный, сейчас команда в топ-4 по работе на счетах. Очень крутой показатель, на мой взгляд, считаю, что там почти никого, по-моему, за 190 нет. И топ-2 по перехватам, ну, вот это вот уже, можно сказать, что тренерская заслуга, потому что молодежи начали частенько накрывать соперника уже на чужой половине, что становится иногда неожиданностью. Что касается ГУФК, здесь наоборот, это вторая худшая команда по нападению. Вот вроде две молодые команды, которые привыкли играть только в атаку, как современный баскетбол, что ли. А нет, у ГУФК как раз-таки с релизом есть проблемы. И вот тут неожиданно, что это третья команда худшая по ассистам. То есть, очень мало они отдают голевых передач. И как раз-таки это то, на чем стоит поработать. Ведь исполнители там есть. Те же молодые, то есть, Байдаков есть. Из опытного старого состава Прокопенков остался. То есть, завершать там есть кому. Но то, что ребята частенько перетягивают на себя отделом, из-за того, чтобы довериться партнерам, вот это и есть проблема, я считаю. В начале сезона где-то было интервью, что действительно собралась у ГУФК команда. Вот, наверное, это сейчас ключевой факт для того, чтобы пройти в плей-офф, встать одним целом одной командой. И тогда, то есть, опять же, таланта тут хватает. В защите тоже они научились уже играть. Тоже интересно, что молодой команды сначала научились играть в защите. Они в топ-2 по блокшотам. То есть, в краску к ним лезть не самая лучшая затея. Но, опять же, сколько раз было, что они выигрывали по ходу встречи и потом в концовке отдавали уже буквально то, что свое. Супрон еще из молодых, вот, кого я назвал, наверное, тоже интересный защитник. Вот, поэтому здесь у тренерского штаба, наверное, Хорошила, Пинковский, кто там сейчас именно как главный тренер, да. Но вот основная задача именно сделать из этого всего команду. И подтянуть, конечно, реализацию, потому что тренировок хватает в гувке. Вот, поработать над броском, и, я думаю, результаты придут. Поэтому здесь что молодечно, что гувка мы не хороним, а наоборот, ждем от них рывка во второй части сезона. Мой предикт, что одна из этих команд займет 8-9 место. Выше, наверное, вряд ли, а вот именно за эту пограничную зону плей-офф одна из этих двух команд поборется. Ну что, едем дальше. А дальше у нас Эра Недвижимости Плюс и Слэм Софт. Вот, мы уже как раз-таки подобрались вплотную к той самой заветной восьмерке. Эра нашла баланс, и действительно, эта команда, которая, если старт, ну, сложно было вообще сказать, что с Эрой творится, почему команда так слабо выступает, вроде игроки остались, были усиления. Вот, но не хватало немножечко именно вот этого взаимодействия, что ли, опытных игроков и молодости. Каждый гнул свое, то есть одни бежали, но не успевали вторые. Вторые, наоборот, хотели поиграть в позиционку, а молодые уже где-то там теряют мяч. И пока вот это все вот крутилось, вертелось, команда проигрывала, проигрывала без шансов. Но вот последние игры, где-то, наверное, четыре игры последних, уже мы видим совсем другой, другую эра недвижимости. И, опять же, если бы вот не это поражение в концовке от спринтвела, ну, там, феномен, не феномен спринтвела, так скажем, то сейчас они бы были уже не на восьмом месте, а где-то даже и повыше. То есть, на мой взгляд, есть все для того, чтобы проходить в плей-офф. Тот же Гордеевич в этом сезоне показывает супер-баскетбол. Да, ему где-то мешают эмоции, опять же, где-то, может быть, он обижается на ребят, что ему не так много дают мяча, как он хочет. Но сейчас это топ-1 игрок по реализации трешки, причем с очень хорошим процентом, там, больше 40. И в бонус к этому вся команда сейчас также в топе, ну, в топ-3 для дивизиона. Это очень круто, учитывая современные тенденции баскетбола с дальним броском. А Садовский на опыте, пожалуйста, это топ-1 игрок, который вот при неспешном баскетболе умеет найти контакт, создать возможность для фола и при этом реализовываться штрафные лучше всех в дивизионе. Вот он, пожалуйста. То есть, этой команде не надо так много возможностей. Им главное поймать свой ритм, темп и свои шансы они реализуют. То есть, как раз-таки они очень бережно к ним относятся. При этом команда может и разбежаться, и поиграть в позиционку. То есть, они универсалы, но не хватает глубины скамейки. Чтобы замахнуться на что-то больше, чем, ну, 8-е, 7-е, наверное, места, 6-е, это максимум, нужна скамейка. И на данный момент ее, к сожалению, нету. Вот, посмотрим, может быть, после Нового года будут еще какие-то заявки. И еще очень важный момент, если они действительно хотят пройти в плей-офф, это как будет своими тайм-аутами пользоваться Костя Бестунов, потому что как раз-таки в той же игре, вот, можно сказать, со спринт-филла, там момент с тайм-аутами был упущен, и команда потеряла этот ритм-темп, подсела, и в итоге соперник просто переломил ход встречи. Поэтому тоже очень важно за этим следить. Так, слэм-софт. Это очень крутой пример для всех команд. Опять же, сразу обращусь, потому что я был не в восторге после первого собрания, вот с этими хотениями, не хотениями, в какой дивизион пойти. Так вот, вот вам шикарный пример того, как чемпион переходит в другой дивизион. То есть, они выиграли третий дивизион, да, два раза подряд, но, допустим, в прошлом году так остро вопрос не стоял, кто выходит в какой дивизион. И сейчас они переходят во второй дивизион. Сохраняют костяк, там теряют только, наверное, одного игрока, Вербицкий, если не ошибаюсь, из тех, кто постоянно, на постоянной основе играл в том сезоне. Вот, и при этом делают очень грамотное точечное усиление. Они забирают Давидовича с рынка свободных, они подписывают Азарова, и они добирают сейчас Куприна как большого. То есть, по каждой позиции, это у нас разыгрывающий форвард и центр, они берут по одному игроку. Круто, круто. Все вписались в команду, есть тренер, опытный сыгранный костяк, и, пожалуйста, эта команда не затерялась в втором дивизионе. Чего боятся? Переходить в другие дивизионы. То есть, более того, они борются за шестерку. То есть, выше вряд ли получится прыгнуть, но, тем не менее, еще где-то может быть одно усиление для скамеечки, и, может, даже на пятерочку удастся заворвнуться. Но, то есть, они будут очень неприятным соперником в плей-офф, потому что это очень опытный боец именно матчей постсезона. Они знают, как переламывать ход встречи. Для них там одно поражение, это ничего не значит. И, опять же, опыт, опыт, и еще раз опыт. Что касается персонали, да, давайте так. Юра Герсимович в этом сезоне просто мое почтение. Тоже, опять же, какая молодость, не знаю. Восемь с половиной ассистов за игру. Две встречи с двузначным количеством передач. Стабл, да, будем, по-моему, обе были. Причем, в одной из встреч уникальный, ну, для НБЛ уникальный дабл-дабл без очков подбора и передачи. Это, действительно, Point God, Крис Пол, как называют, и, не знаю, True Passing Guard. То есть, это, действительно, защитник, который будет пасовать, который играет на команду. И вот с этим маэстро, ну, им горы по колену пока, на данный момент, вот, он это показывает. Единственное, что, конечно, надо убирать неспортивные команды частенько, вот, нарушая правила в простых ситуациях. Ну, вместо того, чтобы бежать в защиту, пытаются сорвать атаку. Сейчас они на первом месте вообще в дивизионе по неспортивным, как раз таки, нарушениям. Что достаточно неожиданно, потому что команда не грубая в целом. Вот. И еще такой момент, что, кстати, они лучше всех контролируют эмоции. Тоже по поводу интересный факт. Единственная команда в втором дивизионе, которой до Нового года не давать их ныря, это Слэм Софт. Вот такой вот парадокс. Шутерс. Команда без тира. Золотое правило НБЛ. Не ставьте на шутерс, не ставьте против шутерс. Четыре победы подряд. Вау, неужели они стали контендерами? А не, вот те самые шутерс. Шутерс. Два проигрыша в концовке, лидеры опять не приходят на все встречи, лучшие снайперы проводят не больше трех игр в регулярке, Чибисов лучший бомбардир. Ну, это коротко все, что нужно знать на данный момент про шутерс. Будут до заявки усиления? Да, мы будем говорить по-другому. Придут на игры плей-офф, в которые шутерс проходят все сильнейшие? Да, мы будем говорить по-другому. В общем, вряд ли они примут выше шестого места, на данный момент, пока их спасает только защита, это вторая самая надежная защита во втором дивизионе. Но в плей-офф, я так скажу, из команд, которые будут идти с места с шестое по восьмое, то есть соперники для первой тройки, это будет самый неприятный соперник. И вполне возможно, что по традиции они совершат очередной апсет, то, что мы видим из года в год. Поэтому мой предид, что выше все-таки шестого места в регулярке им будет очень сложно подняться. Bad Boys. Это действительно команда Bad Boys, которые плохи шеи, буквально от смысла слова, они полностью оправдывают свое название. Самая жесткая команда, даже не жесткая, а самая грубая, не знаю, не спортивная, что есть, 7 технарей. То есть в среднем каждую игру они умудряются на спортивные технарии, даже больше, потому что у них на одну игру сыграно меньше. В начале сезона было очень интересно, тоже, когда комментировал игру, общался с тем же Буткевичем, который играл за эту команду. И позиция как менялась тоже, что я сразу сказал, что Володькин все-таки тренер для Bad Boys, не совсем подходящий по ритме. Но не готовы мужики играть в такой быстрый баскетбол в таком возрасте на протяжении всего сезона. И особенно если есть бэк-тубэк игры, с вложником чего они и стали потом. Сейчас с приходом минских пингвинов, давайте так скажем, что мы и тренерский штаб, и игроки, которые действительно очень круто пришлись ко двору. Теперь Bad Boys играют в свой баскетбол, комфортный баскетбол. Они навязывают сопернику темп, они никуда не спешат. И, что самое главное, они добавили в артиллерийскую мощь. Теперь это команда, которая реализует трешки на уровне лидеров. Точнее это топ-2 второго дивизиона по дальним проскам. И тут, конечно, Андрей Пеньковский. Ну, в целом, вообще дуэт Пеньковский и Петровский. Именно они сейчас собирают львину доли очков, уселяются в скамейки. Ну, и показывают, ну, позволяют Bad Boys демонстрировать именно такой баскетбол. То есть, ротации хватает, средний возраст, да, он достаточно высокий. Но каждый может провести интенсивный отрезок, выдать свой лучший баскетбол. То есть, молодежи тут вообще почти не осталось. В общем, почти, а вообще не осталось. Мне нравится, как в этом сезоне раскрывается Журавлев. То есть, он получал чуть меньше времени раньше. Сейчас он выходит, опять же, на свои минуты. Очень круто работает на счетах. Такие вот реактивные подборы. А все остальное как раз-таки идет вот по такому, по нементу таких неспешных атак. И вот эти вот технарии, опять же, там, фолы. Они в основном используются для того, чтобы соперник не побежал. Круто, круто. То есть, на мой взгляд, это именно тренерская работа. Они перестроились в свой ритм. Пожалуйста, вот вам результат. 5-1. Единственное поражение от МТС. Опять же, с боем. То есть, просто так они не сдались. На что они способны претендовать? Ну, в регулярке, я думаю, все-таки... Несмотря на то, что сейчас они идут в лидерах. Я думаю, что еще впереди много таких сложных игр. И пятое место. Четвертое, пятое. Выше вряд ли они прыгнут. В тройке, по крайней мере, я Bad Boys не вижу. А в плей-офф, опять же, это уже будет совсем другая игра. И вот как раз-таки баскетбол Bad Boys для плей-офф подходит очень здорово. Там они будут еще жестче играть, еще больше вязать. И не факт, что всем удастся вот этому противостоять. Наверное, все, что я хотел про них сказать. Да. Ну, опять же, и еще важный момент, что все играют ровно. Что нету... Вот вся ротация, абсолютно нет игрока, который бы выпадал. Все выходят, борются. Ну, приятно смотреть, на самом деле, за этой командой в этом сезоне. Так что пожелаем дальше удачи. Едем дальше. Ну, теперь у нас тир фаворитов. Все-таки я Bad Boys оставлю пока на грани этого тира. И мы переходим к четверке сильнейших. На мой, опять же, взгляд субъективный. Начинаем со спринт-велобай. Ну, эта команда просто нонсенс. Я таких вообще в НБЛ пока не видел, чтобы создавать себе настолько много трудностей. Шутер с откидываем. И в итоге из них выбираться с высоко поднятой головой. Если шутер создает себе проблему весь сезон, выкарабкивается в концовке, то здесь в каждом отдельном матче. Это единственная команда во втором дивизионе, которая пока идет без поражений. И, опять же, они отыгрались в трех играх, уступая 15 и больше очков. Эти вот камбэки постоянно, это что-то нереальное. То есть, насколько вот хватает у них заряженности. Это сильнейшая задняя линия во всем дивизионе. Здесь даже без приставки «если» или с кем-то сравнивать. Все-таки Волк, Савеленко и представитель Гомеля Антон, извини, забыл фамилию. Действительно очень крутая линия, с которой, ну, просто невозможно как-то противостоять. Потому что по факту они могут менять друг друга, они могут каждый выходить со скамейки, выполнять роль скорора, разгоняющего, и при этом креативить. И каждый из них имеет свой стиль игры, тогда подстроиться очень сложно. Дополняем это все Рошаном и Переро, и получаем на выходе контента. Чего не хватает? Не хватает еще немножечко все-таки ротации. Не хватает такого стопроцентного рим-протектора, какого-то именно большого игрока, который, опять же, да, Рошан очень пластичный все, но не хватает именно классического центра большого, который будет именно накрывать, страховать. И еще такой момент, то, что вот пока они все вот эти камбэки совершают, это здорово. Но вопрос, дадут ли так вернуться в плей-офф, и команды, где в плей-офф станут столько сильные соперники. Вот оно что. И пока на данный момент у Стринтвела нету встреч личных с командами из пятерки. То есть, единственная одна была встреча, я знаю, с Ньютон Бай, которую они, опять же, перевернули, выиграли. Но Ньютон слишком опытная команда, чтобы несколько раз позволять вот так вот проворачивать этот трюк. Саверенко на данный момент топ-2 по попаданию со средней дистанции. И в целом команда сейчас идет на первом месте по перехватам. То есть, защита, опять же, когда вот защита включается, то есть, вот они проигрывают, проигрывают, проигрывают первую половину, потом включаются, и чуть-чуть не все вот эти вот перехваты идут во второй половине. Когда, может, соперник уже устает и где-то теряет какую-то интенсивность в своей игре. Вот. Ну и опять же, процент реализации средних, вот как раз-таки, это прямое следствие вот этих вот перехватов. То есть, перехватили, убежали легкие в отрыве. Так набирается тоже очень много очков, на что стоит обратить внимание. Фавориты. Итак, стартуем со спринт Виалабай. Единственная команда, которая ушла на новогодние праздники, не имея горечи поражения. Что в этой команде особенного? Ну, в первую очередь, что они три раза подряд возвращались с минус 15 и больше по ходу встречи. Это действительно феномен. Крутая воля к победе, но вопрос, дадут ли перевернуть такой трюк со шляпой в плей-офф. В чем я очень сомневаюсь. Опять же, на данный момент из лидеров они сыграли только с Ньютон Бай. Да, там тоже удалось перевернуть ход встречи. Но, на мой взгляд, именно в постсезоне это будет все делать очень сложно. Плюс впереди еще встречи с остальными фаворитами. Команда обладает сильнейшей задней линией. Это тут без каких-то если. Москалев, Волк, Савеленко. Просто топ-3 разыгрывающих второго дивизиона. И все они в одной команде. Каждый может взять розыгрыш в свои руки. Каждый может разогнать, бросить три. Заиграть партнеров. В общем, и у каждого при этом свой стиль игры. Это действительно очень круто. И ты не сможешь подстроиться под это. Действительно, это очень интересно выглядит на бумаге. Ну и в игре, естественно. Плюс к этому всему мы добавляем Рошана Перера. Которая одна из фаворитов претендентов. Давайте пока скажем так. На звание MVP. На выходе получаем контендера. Чего не хватает? На данный момент, конечно, нужно подтянуть еще защиту кольца. Нужен именно рим протектор Рошана одного Маула. То есть тот же Соколовский. Это, да, такой чернорабочий. Хороший, качественный на свои минуты. Но нужен именно центровой. Большой кто-нибудь очень. Вот. И еще в целом немножечко, наверное, чтобы добавила скамейка. Потому что там молодежь, которая должна прогрессировать. Что из этого выйдет? Ну, будем смотреть во второй части сезона. В данный момент тот же Савельенко у нас топ-2 по релизу со средней. Команда в целом топ-1 по перехватам, по релизу со средней. Но краски вот эти вот перехваты, это следствие камбэков. То есть когда уже они себя загоняют в угол. И им приходится как-то возвращаться. Начинается прессинг по всей. Вот там эти краски перехваты. И вот этот процент средних забитых, это следствие легких баллов в отрыве. Как раз таки после перехвата. Поэтому нужно еще, конечно, работать. Нужно работать на подборах, усиляться. Нужно добавлять процентов реализации дальних бросков. Но, опять же, то, что они останутся в четверке по итогам регулярки, здесь вопросов нет. Ньютон Бай. Это действующие чемпионы второго дивизиона. Сохранили состав. Немножечко укомплектовались по позициям точечно. Причем хорошая была именно такая вот работа скаутская. И они продолжают действительно своей командной игрой впечатлять. Сколько уже встреч я отмечал по статистике, что каждый из выходящих на паркет отмечается очки, подборы, передачи. И даже еще перехваты были матчи. То есть в каждой графе. Они работают везде. Все. Нету каких-то ярко выраженных лидеров, которые перетягивали бы на себя одеял. Но тот же Сикидин в этом сезоне играет на уровне MVP. Он сейчас в последних встречах вышел в топ-1 скоринг. И как раз таки партнеры доверяют ему эти броски. Но при этом они не смотрятся как то, что он действительно перетягивает. Действительно он получает мячи в те моменты, когда это нужно. То есть мисс матчи в краске. Действительно он умеет играть и спиной, и лицом к кольцу. Он это очень круто чувствует. Точные дальние. У него линейка просто нереальная какая-то по процентам. Поэтому сейчас он совсем реализует свои возможности совсем на другом уровне. И опять же здесь это дать должное команде, которая эти возможности для него создает. Помогает создать. То есть давая ему тоже пространство и доверять. И вот если это все будет продолжать работать, то на мой взгляд Ньютон может спокойно повторить свой результат. Соборожная команда очень опытная по игре в плей-офф. И поэтому здесь опять же все карты у них на руках. Они лучшие сейчас по работе на счетах. Но опять же это командная работа. То есть то, о чем я говорил. Потому что никого в топе вообще нет. Но при этом они лучшие как команды именно по работе на счетах. И по ассистентским балмам, по передачам. То есть то, что уже про это было сказано. На чем-то поработать это перехват. Когда они очень пассивно себя ведут. Опять же часто выставляют зону. И вот здесь это еще возможность, которая даст набирать легкие баллы в отрыве. Экономить опять же свои силы. И соответственно лучшая трешка в дивизионе тоже. Ну здесь опять же только нет предела совершенства. Они тридцатку пробивают. Конечно соперник их оставлять на дуге никого не будет. Хватает кому бросать. И прогресс еще стоит отметить. Поздняк в этом сезоне. Женя очень неплох именно по передачам. Вот как раз таки у него четко просматриваются моменты, где он заигрывается. И как раз таки если он сможет добавить. У него сейчас он в тройке. То вполне возможно, что вряд ли он будет огонь к Герасимовичу. Но по крайней мере в топ-2 быть он может. И скажем так, если выбор вот этих вот бросков, то есть не будет он пытаться на себя перетащить, забить какие-то лишние моменты сложные, может даже в проходах. А где-то найти партнера или поделиться мячом. И вот как раз таки играть более стабильно. Мне кажется это тоже один из вариантов. То есть он может стать очень крутой опцией в помощь Сигизма. Но стабильной опцией в первую очередь. Вот поэтому и передик ньютон-байси основной в четверке. Причем я бы даже скажу, что не исключено, что они будут даже в двойке. МТС Баззерс, Хедж Хогс. Как раз недавно мы видели супер битвы между этими командами. Кто не смотрел, то обязательно золотая классика. НБЛ второго дивизиона. Очень мач подарили яркие команды. В общем на ютюб залетаем, смотрим. Действительно было очень круто. И соответственно сейчас они в топе. Выиграли баскетболисты МТС. Но давайте даже с них тогда и начнем этот разговор. Команда в этом сезоне в раз очень мощная. Круто усилились. Причем усиление вообще по всем фронтам. Будь то вышка, будь то второй дивизион, будь то третий дивизион. И все пришлись ко двору. Сейчас в составе, честно говоря, я не знаю сколько там у них заявки. Но она должна быть полная по идее. Потому что давно уже не видел Копылова. Он из трилы влился лучше всех в команду. Но, чтобы именно быть контендерами без всяких приставок и так далее. Конечно же на игры должна присутствовать могилевская составляющая. Контонистов, Татур. Без них МТС не будет претендентом. Ну на тройку может быть. Но не на чемпионство. Это факт. Потому что контонистов это один из лучших больших во втором дивизионе. А Татур это самый стабильный шутер во втором дивизионе на данный момент. То есть, будь то трешка, будь то средний. Человек уже приходил в НБЛ, в бабушкину крынку на тот момент. Уходил опять в профессионалы. Снова вернулся после карантина. И вот игра против Hedgehogs показала, что в важный момент мяч, броски будут доверяться именно ему. И он подводить не будет. Он как автомат калашни в этом бил, просто точно в цель. Опять же, что НТС, что Hedgehogs это лучшие атаки, одни лучших подборов по ассистам. В общем, как положено контента. Что можно улучшать? Подтянуть трешки однозначно. То есть, НТС у хотя бы до тридцяточки все-таки такая будет именно важный порог, чтобы их боялись. Макаров, шикарный прогресс в этом сезоне. Но вопрос, сумеет ли он не зазвездиться. Потому что сейчас по очкам набранным, по проценту трешек, он действительно в топе. При этом и проходы от Кинжальной, и ассисты, все круто. Но как-то, когда все пошло не так, а уже был такой матч, когда не было ребят из Могилева, не с лучшей стороны он свои эмоции продемонстрировал. И, опять же, слишком прямолинейно начал лезть, перетягивать на себя, пытаться в одиночку спасти игру. Чем все закончилось, мы все прекрасно видели. С другой стороны, это может быть урок. Лучше сейчас проиграть, чем потом где-то в финале полуфинале. Соответственно, МТС уже точно никого дособирать не будет. И теперь основная задача команды... А, Хуну Ван еще переходит, конечно же, из Юниан. Пожелаю Хуну удачи, еще один хороший снайпер. Теперь задача собирать оптимальный состав на играх и грамотно распределять время. По подбору игроков, когда все сильнейшие встрики, все приехали на игру, это главный фаворит на чемпионство, на мой субъективный взгляд. Хедж-хокс, ежики, самая веселая команда в лиге во втором дивизионе. Так, однозначно. В атаку играют очень круто, за этим приятно смотреть. В защите там, конечно, бедный Влад Гавровщик не в одиночку пытается все зацементировать. Но есть одна очень большая проблема. Про нападение тут можно по каждому сказать, что метишь с его разгонами атак, очень круто разыгрывающие тревожки, все может. То есть, за ним не успеваешь просто. Малевич Олег, то есть, опять же, как главный снайпер команды. Московченко, Ваня, очень крутой сезон, пока вот он топ-1 по реализации средних. И для меня это открытие, именно большой, который отрабатывает в защите как большой, а в нападении бежит как маленький. И за ним никто почти не успевает, так, кто набирает линейный дурачков. Все очень круто, то есть, здесь по нападению вопросов вообще нет. Скамейка тоже работает, хотя я тоже думал сначала, что у хедж-хокс будет проблема именно с этим элементом. Нет, там все, кто выходит, привезут максимальную пользу к ныж, как он взрывает там просто и трибуны, и дикторов, подбором нападения, второй темп. В общем, плюс добрали игроков из софта, из слэм-софта, уже софтами пользуются, путаюсь. В общем, сейчас действительно они выглядят как контентер. Но показательный матч против Шутерс не было Тараса Меттижа. И у команды просто не было разыгрывающего. И вот как они смогут решить эту проблему, от этого и будет зависеть, станут ли они чемпионами, поборются ли они за медаль. Потому что сейчас в тройке я эту команду вижу. Либо поискать еще какого-то разыгрывающего и усилиться, либо сделать так, чтобы Тарас был на всех играх. Потому что то, что мы увидели во встрече с Шутерс, это был стэк. Это был набор игроков, каждый из которых пытался решить исход встречи в одиночку. Что из того вышло? Давайте скажем спасибо Владу Гавровшу, который сначала забил вторым темпом из прайфа такой вот промах геройский, а затем отзащищался в защите. Поэтому здесь все-таки мы оставляем еще знаки вопроса, о которых вы сможете думать сами. Что думаете вы по каждой из команд? Где-то, может быть, не согласны? Может, какие-то еще варианты по тому, кто может претендовать на MVP? Пишите. С вами был я, Антон Сакович, и мы снова увидимся уже на первом и третьем дивизионе. Всем удачи, всех с Новым годом!